Производительность труда Машиностроение – важнейшая отрасль социалистической индустрии. Рост производительности труда в этой отрасли определяет успехи всего народного хозяйства. Уровень производительности труда – это соотношение между количеством произведенной продукции и рабочим временем, затраченным на ее производство. Одним из показателей, характеризующим производительность труда, является количество продукции, изготовленной за единицу времени. Другой показатель – трудоемкость или затраты рабочего времени на единицу продукции. Снижением этого показателя можно добиться большего выхода готовой продукции. Это возможно при полном использовании резервов роста производительности труда. Рассмотрим основные из них. В основе организации производственного процесса лежит совокупность определенных принципов. Главные из них – прямоточность, непрерывность, ритмичность, параллельность, пропорциональность. Посмотрите, на движение деталей непроизводительно тратится рабочее время. На производстве это связано с затратами труда и средств на транспорт и погрузочно-разгрузочные работы. Но если расположить рабочие места последовательно, в соответствии с технологическим процессом, сокращаются затраты времени и средств. Если количество станков непропорционально трудоемкости планируемых операций, в одном из звеньев технологической цепи неминуемо произойдет задержка, которая незамедлительно скажется на ходе производственного процесса. В этом случае необходимо параллельно организовать работу на нескольких рабочих местах. Другой важный принцип повышения производительности труда – ритмичность. Ритм – это пульс предприятия. Если этот пульс, то едва прослушивается. Кто бьется учащенно, значит на предприятии плохая организация производства. Мы видим, что любые перерывы нарушают процесс труда, увеличивают затраты времени на единицу продукции. Опыт передовых предприятий показывает, что ритмичность повышает качество продукции и обеспечивает рост производительности труда. Простой из таночного парка в течение минуты равноценны потери миллионов рублей. Как сберечь драгоценные минуты? На помощь приходит НОТ. Рассмотрим некоторые направления научной организации труда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Примером комплексного применения научной организации труда может служить кузовное производство на автомобильном заводе. Высокая степень автоматизации и механизации сокращает затраты труда сборщиков на единицу продукции, а система оперативного планирования и диспетчеризация с применением технических средств помогает исключить неритмичность и, как следствие, ее простое и штурмовщину. Разработка поминутного графика, выполнение оперативно-плановых расчетов на ЭВМ обеспечили четкую организацию производства, высокий уровень производительности труда. Субтитров А.Семкин Чем рациональнее организовано рабочее место, чем оно удобнее оснащено, тем меньше затраты вспомогательного времени и, следовательно, выше производительность труда. Чтобы найти и достать инструмент, рабочий затрачивает вспомогательное время. Стоило разместить инструмент более рационально, и это время сокращается. Такие замеры требуют много времени. Станок в это время простаивает. С увеличением масштабов производства, затраты времени на периодический и окончательный контроль продукции при помощи ручного инструмента катастрофически возрастает. Возможности же человека при выполнении таких операций ограничены. Но ни секунды машинного времени не теряется при проведении замеров приборами активного контроля. Приборы активного контроля совмещены с рабочими органами станков. И только при отклонении от заданных размеров они выключают оборудование и сигнализируют о нарушении технологий. Системы активного контроля, встроенные в автоматические линии, обеспечивают качественное выполнение контрольных операций и высвобождают время рабочего, способствуя тем самым повышению производительности труда. Установка заготовки, подвод инструмента, все это вспомогательное время. С сокращением машинного времени обработки деталей относительная доля затрат времени на выполнение вспомогательных приемов возрастает. Только экономией живого труда можно изменить этот баланс. Небольшие пневматические и гидравлические устройства позволяют получить значительный выигрыш во времени при установке каждой детали. Улучшение условий труда, устранение внешних раздражителей, немаловажный резерв повышения производительности труда. Применяя на специальных станках универсально-сборные приспособления, можно добиться значительного снижения трудоемкости в условиях серийного производства, основного в машиностроении. Если машинное время значительно больше затрат времени на ручные приемы и переходы, один рабочий может обслуживать несколько станков. Станки, инструменты и материалы размещают таким образом, чтобы перемещения рабочего были наиболее рациональны. Станки и человек теперь загружены полностью. Затраты живого труда на единицу продукции уменьшаются, производительность труда возрастает. Кроме того, высвобождается часть рабочих станочников. Станки с программным управлением способствуют повышению производительности труда и открывают путь к автоматизации серийного производства, которое выпускает три четверти всей машиностроительной продукции страны. Эти машины производительны как автоматы и гибкие как универсальные станки. на них наиболее полно реализуются методы сокращения потерь вспомогательного времени. Вся переналадка сводится к замене программы, записанной на перфоленту. Путь инструмента в станках с программным управлением рассчитывает электронно-вычислительная машина и записывает система специальных устройств. Следующий и наиболее мощный фактор повышения производительности труда автоматизация производства. На таком полуавтомате обрабатывается несколько сотен деталей за смену. Объединив подобные полуавтоматы в линию и применяя кантователи, транспортеры и манипуляторы получает выигрыш вспомогательного времени исключая одновременно ручной труд. Специальная автоматическая линия позволяет обработать за то же время уже тысячи деталей. Производительность труда при этом увеличивается более чем в три раза. Улучшается качество изделий. Функции рабочих, обслуживающих такую линию, сведены к контролю и наладке. Значительного прироста производительности труда можно добиться, внедряя современную технологию точное литье, прокатку, штамповку. Применяя способ холодного выдавливания при изготовлении крепежных деталей, не только сокращает более чем на 60% расход материала, но и улучшает качество несколлигированных сталей за счет поверхностной закалки. При этом резко возрастает производительность труда. Систематическое повышение производительности труда в условиях технического прогресса требует от рабочих разносторонней подготовки и высокой квалификации. В системе профессионально-технического обучения наряду с теоретическими знаниями высококвалифицированные мастера прививают молодежи навыки работы на современном оборудовании, обучают рациональным приемам труда. КОНЕЦ Высокий уровень профессиональной подготовки рабочих гарантия дальнейшего роста производительности труда. Изучение и распространение опыта передовиков и новаторов производства один из путей повышения производительности труда. Их методы работы изучаются на предприятиях, школах передового опыта, на курсах и семинарах. Инициатива МАС неисчерпаемый источник роста производительности труда. Разработкой внедрения изобретений и рационализаторских предложений рабочих в содружестве с инженерами и техниками на деле реализует принцип рабочей инициативе инженерную поддержку. Показатели роста производительности труда должны играть большую роль при организации и подведении итогов социалистического соревнования. Главный девиз социалистического соревнования дать продукции больше, лучшего качества с меньшими затратами. Каждый двигатель нового типа заменяет по моторесурсу несколько двигателей старой конструкции, снижает затраты труда на ремонт, повышает коэффициент использования техники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова